утречка меня посмотрел там чё там чё там на канале кто что пишет читаю кухня у вас хорошая аж я завидую вы знаете как бы тут сказать лучше вы видите уже конечный результат вы не видели что вот как это все начиналось создавалась женился купил домик обыкновенный для нашего времени там домик печное отопление вода в колонке туалет на улице газ баллонный вот с этого и началась моя жизнь семейная и так продолжалась 15 лет жили но было стремление к человеческой жизни просто по-человечески как говорил профессор преображенский я хочу чтоб в кабинете я работал в ванной умывался столовой кушал в спальне спал то есть ничего лишнего лишнего ничего нет вот примерно так и я и когда появилась возможность нужно это все было конечно деньги с книг это началось в девяносто четвертом году масса можно было там как-то направить знаете но домик есть этот ну есть добрый здоровец значит можно было и в выжил сам мой отец что дед твой хотел иметь собственный дом где-то воевал ему после войны дали там довольно таки хорошую квартиру которая жил жил дед с бабушкой значит жил отец с матерью две комнатки одну поделили и вот в маленькой комнатке отец мать я и потом еще сестра родилась четверо жили но жили вот и вот я как-то не то чтобы деда задумку воплотил но мне хотелось чтобы это какое-то было какое-то было моё как бы сказать родовое имение поместье как как вы там скажете ну вот я построил такой дом в котором а как оказалось ничего лишнего нету вот и я построил такой дом для семьи нижний этаж ну так если сказать подвальчик котельная и спортзальчик думал почему бы нет я же как-никак занимаюсь спортзальчик для себя под себя первый этаж это вот как раз совмещенная кухня с залом одна комнатка как бы сказать гардеробная второй этаж это там душевая с со стиральной машиной второй этаж всего лишь навсего три спальни спальня жены с туалетом и две спальни детей для сына было побольше для дочери поменьше сейчас они выросли нету и третий этаж не планировался а когда я глянул что тут у нас получается за чердак думаю вот это да для чердака слишком жирно и решил сделать внеплановый кабинет и у меня получилось самая большая комната и опять таки там с туалетиком вот я в основном там в виду трансляции со своего канала вот поэтому далее там машины кашин и так далее все конечно это дело хорошо но вот когда была возможность когда все это дело как бы сказать дайте струя была создавалась сейчас на пенсии и такая ситуация что все нажитое может потихонечку рассосаться что крайне нежелательно ну вот были одни законы были одни как бы сказать эти самые возможности по которым мы жили а сейчас они так поменялись что выглядишь это уже потянешь ли ты новые расходы которые не новые а которые старые умудряется просто делать больше вот поэтому поэтому я стремился жить по-человечески как мне хотелось ну и кое-чего достиг в этом плане поэтому конечно когда видишь конечный результат в голове как-то не возникает а что надо было сделать для этого особенно это в спорте там мы видим там накачанного человека или видим какого-то сильного человека тут чуть ли не родился а за всем этим лежат воды десятилетия упорных занятий но я себе рассказывал вы можете посмотреть дабы завидовать мне но я понимаю что вы добрые зависти так сказать завидуете это просто пример того как человек без всякой поддержки раскрылся никто не ожидал что я такой любимый вот я раскроюсь школа нет она так тихий паренек тихий паренек с такими какими-то средними способностями не более того а спорт спорт а упорный паренек упорный но ничего выдающегося упорный и далее далее уже пошло а далее после спорта после всего оригинальность мышления способность мыслить самостоятельно способность сопоставлять и вот это сделала такой вот уникальный результат сколько людей там профессоров академиков а таких них не написали которые бы работали они не не сумели сложить такие простые вещи вот и получилось получится феномен феномен который заметили и на телевидении далее не будем распространяться то есть это путь на том же телевидении чтоб читать чтоб говорить стоял нафиг и читал с этого суфлера те лунные сутки которые сделал как бы сказать для календарей а тут они мне надоели что у меня возник вопрос на фига я их дела стоишь читаешь заикнулся перечитываешь а под по спине кап 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 вот такие то дела ну ну это вот такая как бы сказать слова поразиты так сказать как сказать так сказать сказать так так вот так да скажи просто этот опыт должен был пройти вот такой опыт чтоб ты чего-то набрался набрался ума набрался опыта набрался всевозможных вещей поверил себя стал более самостоятельно нежели вот эту систему которую каждый хочется вписаться ага теплое местечко и деньги стружит а на остальных наплевать должен быть какой-то стержень должно быть какие-то знания и и все это приходит не из этой жизни а оттуда стой с одной другой пятое десятое и как ты здесь воспользуешься то есть жизни так просто и примитивно как нам кажется с позиции одной жизни не 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 это мое мнение я не буду с вами спорить вы там можете все что угодно там себе говорить главное чтоб вы сами успокоились нашли для себя стержень и жили нету жили благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч